На данном участке производится работа по установке опор освещения, а также протяжка болтов. Чуть дальше вы можете наблюдать, как происходит разработка грунта. Перед собственно укладкой асфальта рабочим пришлось изрядно попотеть. Местность в районе болотистая, так что сначала нужно было вытянуть воду из грунта, чтобы в дальнейшем избежать обрушения. Только после этого дорогу засыпят щебеночно-мастичной смесью. Осенние ливни покрытию будут не страшны. То есть будет замещение песком 3 метра и потом еще 2 метра основной пирог одержится. Так, скальный грунт, щебнище и так далее. То есть достаточно мощный пирог получается и он выдержит любые грунтовые воды. Эту дорогу по улице Духова жители Чурилова ждут уже много лет. Машины сбивали здесь подвески, а школьники приходили на занятия по колено в грязи. Наконец, впервые за много лет здесь появится ливневка. Подрядчик обещает мэру, закончить работы должны с опережением на год. 30 августа выполним участок дороги от начала до школы полностью в асфальте, в разметке со знаками и устройством наружного освещения. А уже ближе к октябрю-ноябрю закончим второй этап и остатки первого этапа. Для пешеходов обустроят тротуары, отделенные от дороги газонами, и высадят сотню деревьев. Второй объект в графике инспекции главы Челябинска – Чуриловский пляж. Появился он совсем недавно, но искупаться сюда приходят не только жители района, но даже гости из других городов. Посмотрите, что здесь чисто. Для детей сделали. Там не глубоко. Вообще пляж хорошо сделали, ничего не могу сказать. Зона купания буйками выгружена для взрослых. На метр семьдесят буйки стоят. Для детей метр двадцать тоже зона. Сделан исходник для маломобильных групп. На этом благоустройство микрорайона не заканчивается. Впереди много планов. Я проехала еще до пруда, который находится за дорогой около Мехколонной. В этом году будет благоустроен путь. Будет сделана прогулочная зона, будут поставлены малые формы. И будет осуществлен подход к воде, для того, чтобы зимой эту территорию можно было использовать как каток. Кроме того, уже проектируются две дороги – вторая и третья Эльтонская. Если будет получено положительное заключение, их строительство планируют завершить к 2022-23 году. Наталья Петрухина, Роман Поротиков, 31 канал.